Hello everybody! Hi, my students! Hello, friends! Торгур, как говорится, да? Ну вот, по последнему слову, вы можете понять, что речь пойдет о таком великом, большом, не малочисленном, но великом народе, который называется Якуты или Саха. Народ Саха, так называемый, да? Вот. Великая земля, богатые алмазы, золото Якутии, да? Край великий, большой, и, ну, судя по искусству, который там есть, песни, танцы, литература, стихи, это, ну, великий народ, нисколько не меньше, чем американский, скажем, народ, да? Ну, вот, если для начала можно послушать, в качестве введения необходимого, так это песняка ихнего, да? Вот песняка надо послушать. Ну, если послушать, то сейчас посмотрим, что мы тут увидим. Конечно, желательно хорошие песняка найти, найти, если найдем. Ну, вот пошло. Туругур, туругур, туругур. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, это в качестве введения Мы поняли, что, значит, хиты, есть там хиты музыкальные Не хуже, чем наших Ну, наши-то уже надоели Они все время с запада слизывают всю эту музыку А тут вот у нас умные якутки И якуты, да, и якуты, они создают сами Не слизывают Ну, если там современные, где рестораны То там они уже комбинируют Там кое-что лежат Ну, коренное народное искусство самобытное Ну, также и танцы Вот в ноябре 10 ноября Прошлого года Ну, сравнительно недавно Выступал ансамбль народного танца Якутии Вместе с хором Якутской милиции Вот И выступали Это в день милиции было Произвели фурор Вот Ну, вот поговорим немножко о том Что вот эта земля Что оно нам родило-то, да Кроме алмазов, кроме золота Которое все, конечно, принадлежит Это не якутскому народу А компании Дебирс Ну, золото, мы знаем, сразу отгружается туда На запад И самолетами выводится, выводится, выводится Каждый грамм там считается Если там где-то там утаили Там сразу-то забивает прямо на этом На золотодобычу И все такое прочее Ну, как в Америке Золотая лихорадка, можно сказать Она у нас Перманентно идет с 17-го года Может быть, даже еще и раньше Вот таким образом То есть Тоже расслоение Там только более дикое Чем, допустим, в Москве Если в Москве там много миллиардеров Все богаты Пенсии, там льготы Все такое Прочее Пенсионеры Добавляют Разогревают пенсионеров Подогрев им дают А там в Якутии Все, конечно, гораздо Тяжелее Живется Народ Вот И он Народ якутский Борясь за справедливость Выделил такого Своего Специалиста Ученого Историка И в то же время Рабочего Из рабочего класса Не оторвано От рабочего класса Бывшего сварщика 20 лет Сварщика И потом дворник И потом Он с самоучкой Переучился на шамана Ну и как мы знаем Это Александр Габышев Да Александр Прокупьевич Не путай с другим Там Габышевым Александром Сейчас начинают Всякие Инсинуации По поводу Его Там прошлое Темное прошлое Все такое Прочее Ну там темного Никакого нету И исторический факультет И Университет Якутского Якутского государственного университета ИСФАК Ну это образование Очень неплохое Кстати говоря Не к месту Но ему Ему надо было Действительно Вот Он и стремится Вот в шаманы Потому что шаманы В основном исцеляют Наложением рук Там и бубнами И танцами И сказками И песнями Исцеляют людей А значит И у него Почему такая тяга По матрице Пифагора Потому что мы здесь Занимаемся одним делом Проверяем эти матрицы Пифагора И Правильно ли человек Шел по жизни И вот Его стремление видно Да Он стремился В эту медицину Исцелять людей И плюс Борьба за справедливость И все такое прочее Его тянет Но он Не вырулил А почему Не вырулил Потому что В школе Его так учили И нас учили В школе Патриотизм С чего Начинается Родина Там Не что-то Там С картинки Букварей А вот Там Какой-то С историей Да Вот Исторический Какой-то Начинает Сразу С древних Времен Там Какой-то Мурмец Там Это все Такое Прочее Эти все Богатыри Там Кони Сказки Потом Начинаются Цари Сразу Потом Как бы Ничего не было Никакой Ничего Никто не жил А потом Сразу Появляются Какие-то Цари Подметные Да Жопышники Типа Педра Первого Да Откуда-то Не возьмись Появляются Как Джокеры Там Запада Да В результате Большой борьбы Между Западной Католической Церковью Восточной Церковью И Восточная Церковь Явно Проиграла После Императора Константина Когда он Это Проявил Такую Слабость Принял Вариант Неправильный Вариант Христианства Да Кстати Говоря История Тучит И Маркс Энгель Все И Социалисты Французские Немецкие Эти Философы Немецкие Там Экономисты Правительство Должно Быть нейтральное По отношению К религиозным Всяким Воззрениям Мало Там у нас Каких Воззрений Там-то Шаманы Тут у нас Мусульманы Тут у нас Христианы Тут католики Там Иудеи Если Примет Какую-то Сторону Одну Правительство То Это уже Мошенничество Мошенничество То есть Они Использовать Будут Религии В политических Своих целях А это Нельзя То есть Они будут Разделять И все Такое Прочее И Получается Что они Будут играть На религиозных Вот этих Противоречиях Были против Это Как-то Народ Прорывался Как Дикая Трава Как Ломоносовы Крикутные Вот эти Черепановы Они Прорывались Через Асфальт Очень Тяжело А вообще Их Как говорится Опускала Церковь Опускала Потому что У нее Задача Задурить Людей Так же Как у нас Вот этот Педрях Он уже Сказал У нас Люди Очень умные Нам Не надо Образование Таким Людям Давай Зачем Образовать И так же Банкер Сказал Греб У нас Слишком Много Людей Зачем Образование Зачем Вообще Образование Нужно Вот таким Образом То есть Если И Когда у нас Это стало И религий Не было Таких Сборищ Таких Десятитысячных Стоттысячных Толб Там На колене Где-то в Москве Стоят Байрама Рамы И все Такое Прочее И пилорам И не было Такого Каких-то Храмов Был бассейн Плавали люди А сейчас Храм Ну кто Там Никого Нету Там Какая-то Элита В подвале Лимузина Стоят Стоят Люкс Класса Супер Люкс Вот таким Образом То есть Это пародия На религию Получается Религиозная Власть Ходит Она делает Вид Что Целует Мощи Там Все Вот у нас Главно Хаббат Кстати говоря И хаббат Тоже не запрещен Но то что же Религиозное Учение Хотя Она и фашистская И националистская И сионистская Но оно Религиозное То там На какой-то Религии Основано Что Вот мы Самые лучшие А остальные Все дерьмо Просто Расходный Материал И наши Это все Они говорят И наши Это все Дерьмо Кроме 144 тысяч То есть Религиозная Команда Она ничего Не дает И все Время Оно Приводит К распорам Также было при царях Помним Да При царях Восстания Болотников Там Пугачева И все Такое Прочее Очень много Казацких Восстаний На Украине Значит В Украине И Значит Западные В польские Восстания Какие были В Финляндии Все время Недовольно Было И вот эти Литва Литва Она еще Была С Ивана Грозного Что Нельзя с Литвой Общаться Ничего Писал Грозный Да Противные Люди А туда Сбежал У него Этот Боярин Самый Главный Да Он с ним Переписывался Ну Видим Что Какое Правление Грозное Ну Это Сплошные Потоки Реки Крови Также Реки Крови Были Педр Первый Пришел Он Этих Местные Населения Местных Всех Армии Все Порезал Стрельцов Он Все Порезал И местную Знать Он Все Порезал Пришел Почему Потому что Настоящего Петра Там Они На Западе Уконтрапупили А Заменили Вот этим Который По-русски Небельмес Не знал И даже Молитву Отче Наш Не знал По-русски Вот Таким Образом Мы Сразу И жену Его Спрятали И маму Спрятали Все Стал Уже Самостийный По-немецки И Назвал Русь Это Давайте Русь Назовем А Русь Это В переводе Со шведского Вроде Как Говорят Умные Люди Говорят Что Это Пьяница По-шведски Страна Пьяница Ну Многие Говорят Русский Русь Это По-итальянски Рыжий Рудер Рыс Русь Рыс Рысичи Русичи Рус Скифы Тоже Рысый Рыжий Ритвы Да Скифы Сармат И Вот Эти Славяне Это Совершенно Ну Все Вот Это Поток Переселения Народов Туда Пошел На Запад И Там Стычка Конечно Католики Там Западный Народ Сюда Рвется Весь До Того Рвался Что Москвичи Японцы Переселились В Японию Сейчас Там Живут И Стали Ускоглазые Косоглазые Все Стали Вот Таким Образом Советская Власть Она Правит Вот Там Вопрос Был Совершенно Правильно Поставлен Полностью Отделение Образования От Всяких А у Нас Попы Лезут Они В Образование Хотят Там Педофилия Где В школе Где Девушки И Мальчики Еще Мальчикам Не Брезг Вот Это Педофилическое И РПЦ Российско Педофилическое Центр Централ Вот Таким Образом Но Тем И Вот Значит Одним Из Таких Религиозных Проявлений И Недовольство Они Тоже Имеют Религиозную Окраску Борьба Борьба Какая Борьба За Справедливость И Она Пошла Опять С Востока Пошла На Запад В Виде Вот Любителя Как Говорится Хайков Джонни И Тревелов Всяких Александра Прокопича Вот Таким Образом Значит Справедливость Идет Теперь С Востока Раньше Она Шла Запада Под Видом Марксизм Марксизм Основывался На Ложе Справедливости Которая Была В Англии Мы Это Помним Здесь Какая Религиозная Основа Шаманизм Шаманизм Однако В сочетании С Христианскими Еще Часть Заимствована От Христианства То Есть Там Религия Симбиоз Гибридная Религия Это Шаманы Христиано Шаманство Или Шаманы Христианства То Есть Одновременно Веруются И Народные Приспособили Христианство К народному Верованию К язычеству И язычеству Приспособили К христианству Получился Такой Симбиоз Очень Даже Удачный Почему Он такой Получился Потому что Колонизация Была Царей Цари Тут Заводку Меняли Там Пушнину Все Это В Якутии Там Все Золото Алмазы Все Меняли Заводку Спаивали Народ Геноцид Если Китайцы Там Англичане Наркотиками Травили То Здесь Водкой Горилкой Горилкой И все Якутии Там Последнюю Шубу Снимет Вот Таким Образом И Вот Этот Народ Присоветской Власти Он Немножко Приподнялся У них У них Своя Культура Появилась Своя История Я понимаю Этого Гамшу И он В школе Соретелся Как Вот Интересно Вот Эти Древние И он Полез 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 Туда И пошел В институт Исторический Искать Вчерашнего Дня Потому Что Сегодняшний День Показался Ему Невзрачным И он Корни Как Говорится Свои Народные Корни Хотел Опять Приподнять Опущенное Ничем Вот Этим Жидохристианством Суть Которое Пошло Вот С Владимира Уже Второй Крещение Первый Тарик Это Крещение Было Это У нас Апостол Андрей Первозван Нормально Пришел Там Крестил Без насилия Ничего не разрушает А это Владимир Ясов Начинал Разрушать Все Испохав И что Христианство Несло Вот этим Слаборазвитым Слаборазвитым Народом Они были Культурнее Чем Христиане Они Несло Водку Разврат Курев И Самое Все Плохое Так же Как и Для Славянских Племен Тоже Это геноцид Одинаково Ну что Хороший Вот Картофлю Картофлю Мы тебе Принесем Картофлю Заставим Есть Картофлю Ну и Кофе Курить Чай Вот Такие Дела То есть Религиозная Основа Она В противоречии Даже Между Собой Ну и Недаром В Евангелии Написано Что Вы Думаете Что Я Вам Мир Что Принес Я Принес Вам Меч Что Все Все Разделятся Путем Этого Меча Через Этот Меч Все Получат Разделение Не Для Соединения А Для Разделения А кому Это Было Выгодно Вписать Туда Вот В Эти Фразы Кому Выгодно Было Вписать Кому Выгодно Разделение Было Кто Властвует Вот Этим Паханам Которые Властвуют Которые Эти Паханы Собственно Облагают Налогом Население И Как Получаются Критические Моменты В Истории Земли У нас Появляются Как Всегда Александры Вспомним Александра Великого Да Как Говорится Великого С одной Стороны А С этой Частью Он Чего-то Не Очень Великой Оказался Да Ну Завоеватель Всего мира Хотел Завоеватель Мир Но В Индии Там У него Что-то Не Получилось Потому Что Он Спился Как Ельсон Он Спился Только Ельсон Уже После Семидесяти Спился А этот Проще Пытались Его Детокситировать Не Не Смогли Детоксикации Да Только В колоте Против Алкоголь Тогда Они Не Умели Ну Может Быть Умели Но Не Хотели Потому Что Он Уже Всем Надоел Своей Жестокость Спиянки Человек Очень Жестокий Он Начал Своих Воинов Уничтожать Он Начал Письма Проверять Которые Они Пишут На Родину Если Ты Что-то Там Написал Плохое Тебя Труд Перестроим Забивают Ну Это Троцкий Уже Становился А А почему Он Трудский Потому Что Сзади Него Стоял Сионский Мудрец Аристоитель Аристоитель А кто Он Такой Он Его На свою Голову Как Говорится Обучил Вот Этот Великий Мыслитель Платон По-моему Да А он Потом Платон Начал Топтать Он Уничтожать На Подверх Критики Резкой Критики Ну Вроде Как Он Не За Истину Борется А Вот Я За Истинно Логика Конечно Сомнительна У него Это Слениться Не Сравнить Бинарное Вот Таким Образом Что Надо Сказать Вот Этот Александр Следующий Какой Александр Мы знаем Тоже Великий Освободитель Неизвестно От Кого Освободитель Неизвестно Кто Его Звал Неизвестно Откуда Он Появился Ну Вот Этот Александр Невский Скажем К примеру Тоже Критическое Значит Это Там Запада Прут Эти Эти Прут Монголы Татар Монголы Прут С востока И вот Между ними Вот Ходит Вдоль Вдоль Границы Вот Это Александр Македонский И собирает Вот С этих Прибалтийских Племен Лавея Собирает И Мудрую Политику Мудрую Политику Он Исак Татар Он Понял Что Татары Сильнее Надо С татарами Заключить Мир И Получить У них Ярлык На Управление И он Этот Ярлык Значит Зайрлык Это надо Забашлять И он Забашлял Татар Но Ему Самому Тоже Надо Поэтому Результат Какой Двойное Налог Обложение Как Вот А полку Игорь Игорь Тоже Два раза В дань Взял И Чего Получил За это Вот Чем Занимался Александр Невский Вот Он Занимался Двойным Налого Обложением Себе В дань Брал И Отдавал Зырлык Туда Ну Чем Сейчас Тоже У нас Правительство Занимается Путин Занимается Чем Они Покупают Американские Долговые Вот Эти Которые Они 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 Ничего Не Дают Бумаги Не Станки Не Оборудование Он Покупает Там А Покупает Бумагу То есть Туда Золото Гонит Все Целые Алмазы Из Якутии Из Эти А Обратно Бумага Которую Даже И задницу Подтереть Нельзя Вот Она Грязная Эта Бумага Вот Это Он Покупает Ярлык Почему Потому Потому Что Там Говорят Вот Ты закладываешь банки И все Ты уже Не Хозяин Мы Хозяева Офшоров Твоих Мы Хозяева Страны Вот Эти Банки Говорят Они Между Собой Чуть Связаны И Теперь Кто Ставил Путин Он Сам Назвал Яраб На Галерах И Это Так Потому Что Он Не Распоряжается Тем Даже Что У него В кармане Лежит Он Не Распоряжается Не Говоря О Народе Сейчас Пятернова Налоговое Вложение Потому Что Сначала Вроде 13% Потом А вот Это Еще Надо НДС НДФЛ Платные Дороги Платный Проезд А еще Самое Главное Болезни Все Время Должны В болезнях Пугать Болезнями И Чтобы Покупали Вот Эту Херню Извините За выражение В аптеках Которые Там Кошачий Помет Они Продают За Огромные Деньги Куриный Кошачий Помет Мел Вот Этот Воду Даже Неразбавленную Воду Продают Вот Таким Образом А Сейчас Опять На 60 Сказали Ой Как у нас Хорошо Сразу На 60 Процентов Все Это А я Зашел В аптеку Там Все На 60 Процентов Подорожало А то Не на 60 А в 3 Раза Какой Пузырек Я брал Какую-то Настойку Она 20 Рублей Стол Сейчас 80 Рублей Вот 400 Процентов Навар Да Это Спекуляция Спекуляция Кто У нас Спекулянт Царь Спекуляции А куда Он Хозяев Отдает Потому Что У него Много Хозяев Там Там Целая Катавасия Вот Эти Хозяев Она Мальтийский Орден Надо Весь Обеспечить Они Все Ничего Не Производят Те Стран А Всем Надо Меркель Надо Французу Надо Дать Этому Надо Дать Туда В Сирию Дать Надо Зеленскому Тоже Тайно Дают Зеленскому Потому Они Все Повязаны Через МОСАД Они Оба В Этой Системе ФСБ МОСАД ФБР Вот В этом Треуголике Они Все Крутятся И Плюс Еще Мальтийский Вот Этот Орден Для Для Быдла Это Президентское Быдло Оно Мальтийское МОСАД А Там Другое Есть Для МОСАД Там Свой Орден Есть Более Высокого Порядка Это Банкирский Клан Там Уже Банкиры Сидят Высшие Кто Золото Передвигает И кто Передвигает Финансы И банки Ворочает Банками Вот Таким Образом То есть Александр Был Невский Уже Занимался Вот Этой Фигней Ну Потом Пришли Вот Эти Романовы Там Это Все Такое Прочее Чем Они Занимались Вот Александр Первый Уже Там Ну Он Уже Не Романов А Галстин Гатурповский И Значит Дармашмад 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 В общем Эти Были Уже Цари Дармашмад Ее Так И Называли Царица Дармашмад Александра Александра Федоровна Тоже Александра Федоровна Да Пришла Спасать Россию Вместе С Распутиным Они Спасали Россию Обратили Ну и что он там Нас спасал Вместе С своим Тоже Масоном Кутузов Они Вместе Ну во-первых Он еще Был подростком Он уже Участвовал В убийстве Своего отца Павла I Ну это уже Доблесть Это уже С точки С точки С точки Немасонов Градус Поднимает Потом Он хотел Задружиться С Наполем А ему Не дали Задружиться Потому что Нужно Было Войну И по плану Надо было Сжечь Москву Что Они С Кутузом Сделали Благополучно Вот так Вот договорившись Хотя Половина Была Против Этих Генералов Даже Его Генерал Половина Против Чтобы Сдавать Москву Нельзя Было Сдавать И Можно Было Не Сдавать Как уже Доказано Даже Несмотря На этих Историков Расчленителей Которые Там Соколовы Были Эти Все Такое Прочее Вот Мы Видим Что У нас Тоже Историк Александр Гамшев Он Тоже Историк И Тоже Спасать Он Нас Идет А Спасать За Установление Справедливости От Кого Спасать От Вот От Царя Спекулянта От Царя Значит Хабарда Хабарда От Царя Рабана Галерах От Царя Жестокого Который Подавляет Любое Это Кровавого Который Там Ведет Войны В Сирии Там И И В Других Странах Вот Вроде Как Справедливо Идет Александр Гамшев Да Воевать Потому Что Мы Видим Налицо Власть Она Полностью Испорчена Потому Что Она Служит Не Нам Она Должна Нам Служит Путин Должен Обслужить А он Служит Кому Денежным Мешкам Хабад Он Служит И Вот Этим Денежным Мешкам Сиона Хабадского Вот Это Правительство И Он Не Запрещает Его Наоборот Они Все Хабадники Вокруг Него Крутятся Вот Эти Олигархи Все Хабад Все МИ-6 Все Это МОСАД В основном МОСАД Да ЦРУ Вот Саха-Якутии Золото Там Алмазы Все Идет Туда Вот Это Да Еще Александров Каких Не взяли Александра Первого Разобрали Теперь Еще Потом Спаситель Пришел Александр Второй Еще Был Такой А Чем Он Занимался Будучи Уже Пожилого Возраста Пошел С Молин Институт Взял Там Молодую Девицу И Занимался Чем Педофили Занимался Развратил Эту Девицу И Сделал Ее Себе Женой Фактически Да Маргинатической И Стряпался Детей Пять детей От нее Долгорукой Наплодил При живой Жене И там Дети Вместе Они Крутились Ну Как Вот Это В Моссовете Сейчас Этот Собядин Там У него И жена Есть И Любовница И У них Там Наверху В Моссовете Комна Там Дети И От Любовницы Примерно Вот Александр Втор Повторяет Все Вот Собядин Он Повторяет Вот Таким Образом Это Александр Второй Тоже Спаситель Он Еще Как Спас Он Крестьян Спас Он Выкинул Их От Помещиков Без Земли То Сидите На Все Четыре Стороны Я Вас Отпускаю Даю Вам Свободу На Земле Не Даю Ничего Не Даю И Вот Катитесь Ко Всем Чертям Идите К Промышленникам Устраиваться Завод Нам Инфраструктуру Надо Дороги Строить Там Железные И Все Такое Конопатить Надо Паровозы Парохода Катитесь Все Как Хотите Так И Все А то Что Вы Там Наработали Вот Вам Дулю Идите Пока Вас Не Повесили На Столбах И Не Выпороли Как Следует Это Он Дал Свободу От Кристиан Тоже Спасите Александр Второй А Третий Был Какой Миротворец Чем Он Занимался Третий Александр Он Спасал Народ От Пьянства Он Жрал Это Венящие Как Собака От Чего От Венящие От Помер И Наплодил Уродов Будучи Пьяницей Он Наплодил Этого Урода Николая Второго Которого Потом Поставил На Царство Вот Мария Федоровна Его Родила Этого Урода Сама Говорит Ну Кого Я Какую Сволочь Я Родила Куда Вы На Престол Стать Никуда Негодя На Меня Получился Он Дурак Совершенный Аутист Дебил Вот Таким Образом Это Сама Мать Говорила Про Николая Второго Вот Это Дела Александра Спасителя Третьего Он Освободитель При нем Он Миллион Людей Положил На Воинах Воевал При нем Мир Был Все Такое Прочее Ничего Хорошего Он Не Произвел Кроме Николая Второго Ну А Николай Второй Мы Сами Знаем Он Кого Уже Произвел Он Произвел Революцию Он Произвел Ленина Владимира Ильича Правильно Кстати Говорил Александр Третий Он Вложил В это Дело Свой Вклад Он Повесил Дальнего Своего Родственника Вот Этого Тоже Александра Ульянова Александр Ульянов Тоже Был Спаситель Он Хотел Спасти От Своего Родственника Александра Третьего Россию Два Александра Друг От Друга Себя Спасали Россию И один Александр Третий Повесил А они Уже Доказаны Там Есть Писатель Она Все Это Раскопала Ольга Форш По-моему И все Это Семья Ульянов Она Раскрутила И там Оказалось Что Через Эту Бланк Через Эту Мать Они Связаны Туда На Германию Замыкаются На Общую Королевскую Вот Эту Их Семью Немецкую Из Ну Вот Светлые Дела Александра Спасителей Да И вот Мы Сейчас Видим Еще У нас Два Ну У нас Тоже Сейчас Два Александра Появилось Мы Когда Ютуб Нажимаем И там Слышим Здравствуйте Мое Имя Александр Спасибо За Помощь Которую Вы Оказываете Моральную И материальную Мы Сами Хороши Но Нуждаемся Это Александр Добрый Как Вы Сами Поняли По Интонациям Хороший Человек Но Тоже Пытается За справедливость Вроде Как Но Против Коронавируса Это Говорит Я Это Не Могу Вот Гробы Хорохорить Могу Это Все Могу А Нет Гробы Хорохорить Не Могу Там Долбежу Много Вот Против Коронавируса Ничего Не Могу Сделать Вот Такой Александр У нас Есть Тоже Добрый Спаситель И Он Выталкивает Всех Выходите Ребята Выходите Выходите Вот Ну Как Поп Гапон Он Всех Призывал А Иначе Ничего Не Будет Надо Выходить Как На Западе Все Там На Западе Выходят Мы Видим Сейчас На Западе Как Выходят И Кто Их Снабжает Сорос Этим Деньгами Сорос Он Поэтому И Фамилии Тудев Сорос Он Сорит Этим Деньгами Неправедными Которые Получает В том числе От Путина Да Потому Что Путин Складывает В банки В его В банки Которого А банки Снабжает Сороса А Вместо Этого У нас Расписки Просто Расписки Режат Чичиков Вот Это Чичиков Американский Чичиков Написал Ему Расписка И Это Все Мертвыми Душами Торгует Вот Это Вот Александр А Еще Вот Александр Есть Прокопьевич Он Тоже С С Тоже Но Он Уже Шаман Воин Не То Что Там Александр Добрый Но Тут Тоже Грозит Тоже Блатует Тоже Сращает Пугает Вот Кто Меня Не Любит Все Это А Кто Будет Любить То Я Там Все Там Это Все И Сейчас Увидите Сейчас Вы Слышите И Это Тоже Пугает Народ Что Вот Со Мною Кто Хочет Собирайтесь Я Вот И Идем Воевать И Все Равно Мы Своего Добьемся Я Устроил Обряд Там Все Но Это Блатует Как Вот Эти Вот Молитву Допустим Устраивают Надо Кого-то Устранить Им Сионистов И С друг С друг Они Там Верховные Их Чины Собираются Творят Ябко Молитву И Тот Их Иудей Который Неугодный И Там Проштрафился Он Погибает Благополучно Потому Что Они Ну Служат Общему Богу Какую Дает Им Власть На Земле Который Хотел Иисус Христу Тоже Власть Дать Всю На Земле Вот Кому Они Служат Все Так Или Иначе Ну Сознавая Или Не Сознавая Этого Таким Образом Вот Краткий Обзор Александра Спасителя Всех Таких Более Менее Привели Ну В С Распутином С этим Привести Вы Сами Это Все Знаете Но Нам Нужно Посмотреть Про Габышева Потому Что Сейчас Его Конечно Несправедливо Тут Уже Говорить Нечего ЕСПЧ Должно Вмешаться То ЕСПЧ Союз Права Человека Потому Что Ну Как Он Сидел Как И Все Мы Сидим Под Дома И Вдруг К тебе Домой Вламываются Без Никаких Без Вот Это Милиция Танцующая Милиция Саха Якутия И Затанцовывают И вот Психушку Насильно Там Начинают Вылечить Таблетки Вот Не выпьешь Таблетки Мы тебе Это Свяжем Привяжем К кровати И Засунем И тебе В задницу Эти все Таблетки Которые тебе Там Выписали Потому Что Ты Социально Опасный Человек Ты Дома Сидел А тебе Надо Было Провоцировать Милицию А ты Просто Дома Сидел Тогда Мы Тебе Запровоцировали Так Как Они За Четыре Рулона Там Домой Ворвались А Сейчас Оправдывается Что У него Нож Был Там Чего-то Еще Было Дома Ну Еще бы Нож Не Был Там Хлеб Трес Надо Чем-то Обвинили Что Он Нападал На Них Там Чего-то Там Это Пацан 28 лет Чего Ему Рулона А Охранник Его Зря Обвинял Вот Таким Образом Также И Габышева Тоже Потому Что Он Болен На Слуху Поэтому Его Не Убили А Это Могли Б Просто Зайти Тоже Сопротивляя Побегу Расстрел При Попытке К бегству Вполне И Вот Теперь Второго Числа Вчера Значит Был Суд Прямо В этом Самом Психушке Суд Уже Знал Что Он Его Определит Поэтому Они Приехали В психушку Не Его В суд Вызвали А Приехали Сами В психушку Значит Заранее У них Было Решение Готово Вот Мало Того Что Вызвали Еще Свидетелей И Свидетелей Тоже Повязали Причем Таким же Образом Как Тот Полицейский Американский Так же Давили На Это На Шею Ему Да И Не давали Дышать Вообще Тоже Чем И Видно На фотографии Что он Валяется Пузо Вниз Голова Вот так Как у Цыпленка Повернута Вбок То есть Ну Жестко Применили Это На территории Психушки Вот этих Свидетелей В присутствии Адвоката А Чего Он Стеснялся Да Может Саха Якутий Вот так Турорус Турорус Вот таким образом Что надо сделать СПЧ Конечно Несправедливо Что там Говорить Не признано Ничего Никакого Нет решения Суда Причем В суде Тенденциозно Видно Что уже Судья Заразе знал Надо Заменять Судью Сразу Почему Потому что Он Выехал Сам Психушку Это уже Это криминал Это уже Подсудное дело То есть Он Заранее Сфабриковал Решение Суда Не Заслушав Должна быть Состязательность Суде Состязательность А Обвиняемый Стец И ответчик Должен состязаться Между собой Вот То есть Должен кто-то Вот быть Вот кто на него Кляузу подал Что он там Нарушает Допустим Там Изоляцию Это кто Кляуза Вот он должен выступить Показать Что он не лжет Проверка Должна быть Да это лжи Должен быть Полиция Вот это должно быть Запрошено Почему они Без решения Без моего решения Почему он арестован Ну это нормальный Судья Он должен Объективный А этот судья Значит не объективный Он Забошленный Заинтересованный Потому что Полиция Там мы знаем Она танцует Распоет И в большом этом Алмазы Золото Значит там Главное в Якутии Кто Это полиция Ну это полиция Там Полиция Царь и Бог Вот потому что Через нее Все это И там же И тюрьмы Все это За полицией Все это И вороны Все там сидят Эти вороны Много ходок Совершают Ну про это Мы поговорим сейчас Когда начнем Читать газетку А в газетке Что пишут Красивую Якутскую песню Мы сейчас Послушали Выступление Александр Прокопьевич Габышев Родился 22 ноября 68 Года В Якутской ССР Российский Общественный Деятель Он записан В Википедии Оппозиционер Называет себя Шаманом Воином В 19 Году Организовал Публичную Общественную Акцию Протеста В форме Пешегу Марша Да Хайк По маршруту От Якутска До Москвы Как тут пишут Очень удачно Шел Саша По шоссе Габышев Является Двоеверцем Ну о чем Мы говорили Это распространено В Сибири На Дальнем Востоке Среди коренных И малочисленных Народов Крещен В православии Ну то есть Нормальный человек При этом Исповедует Традиционные Якутские верования То есть И шаманство Тоже Сумма Там Ну как бы Вот Сродни Вот этому ФСБшному Мировоззрению Которое тоже Основано На эклектическом Соединении Всех вообще Религии Религии Верования Все у них Там В парадигме В них записана И там Большая книга Которая об этом Говорит Они Все Используют То есть НИИ Чародействия И волшебства Как говорится У этих писателей Наших Да НИИ Лубянка Лубянской площади Площадь Дзержинского Это Есть там Главные Дни Чародействия И вот Глава Якутска Сардана Оксинтьева В соцсетях Заявила Вчера Об избирательной Вот о чем Мы говорили Избирательной Карательности В деле Шамана Александра Габышева По которому Сегодня суд Должен принять Решение О принудительной Госпитализации Ну вот Психонерводиспансер После смерти Супруги Александр На три года Ушел в лес Где построил Часовную В памяти о жене И долго Медитировал В какой-то момент У него пришло Озарение И он Поразгласил Себя шаманом Воином И собрался Идти на Москву Потому что Так ему велел Бог Ну голоса Как мы знаем Да За что Наверное Его туда и взяли Бывший уголовник Евгений Это его Как говорится Напарник Негласный Лидер тусовки У него стал А вот Когда он шел Вроде судили Его за то Что цепочки На шею Женщина сорвал Он прибился К шаману С самого начала Но он был Пять раз судимый И при этом Компромата Я на него Не обнаружил Что интересно Да Ну бывают Такие люди Которые в тюрьме Сидят специально Да По заданию Тех же самых МВД Ну видимо Из тех людей Тем более Фамилия у него Такая неуголовная А Ростокин Даже вроде как бы Львов-Толстовская Фамилия Да Ростокин Это непростой человек В тюрьме Типа там Вертуха Или как их называют Суки Да По слухам Ворон возвращался С зоны По дороге Услышал Дальнобойщиков Про шамана Ну решил присоединиться Потому Задание Такое Поживиться Ну правильно Он это не затем Понял Сразу это понял И остался В итоге Подмял шамана Под себя Ну начал Блотовать его И все Он имеет Сильное воздействие На шамана Если не сказать Абсолютное Может тряпнуть На него Людей вокруг себя Называют Десятниками Сотниками К своим поклонникам Он Это шаман Стало относиться Неуважительно Под влиянием Видно ворона Однажды Был инцидент На границе Бурятии Забалькайского края К шаману Подходили люди Улыбались Продукты Приносил А он им Грубил То есть Властность Свою Уже Почувствовал Потом Объяснил Нам Мы всех Тренировать Будем Как с нами Обращаться Он возомнил Себя Уже Чингисханом Самую Большую сумму Ему Прислали С Украины Видите Откуда Ветер дует 800 тысяч Гривен Это Порядка Полутора Миллионов Рублей Ну там Автомобили Они покупали И все Жили неплохо И вот Как характеризуют Его китайцы Он родился В год Желтой Земляной Обезьяны Олицетворяет Хитрость То есть Не простой Человек Шаман У него Самый Сбалмошный Характер Всех Знаков Он Часто Душа Общества Ну так и есть У него Есть Юмор Да Но Всегда Он Лукав И хитр Но у него Такой Хитрый Вид Всегда Да Хитрован Общительный Сознает Впечатление Что Лазит Со всеми Но Это Обманчиво Он Очень Корыстен Сейчас Эпифагор Об этом Тоже Скажет Игривая Любезная Даже Услужливая Она Прикрывает Своё мнение О других Своей Показной Любезностью И приветливостью На самом деле Презирает Другие Знаки И считает Себя Выше Всех Но Иногда Видите Прорывается Видимо Под влиянием Угненной Воды Сущность Проявляется Значит Он Интеллектуал Это Да Он В тетрадке Всё записывает Шаманскую Науку Институтская Школа У него Сказывается У него Большая Жажда К знаниям Всё Читал Всё Знает Бесконечно Много Вещей Постоянно В курсе Всего Происходящего В мире Очень Хорошо Образован Обладает Прекрасной Память И позволяет Ему Вспомнить Малейшие Детали Увиденного Прочитанного Услышанного В конечном Счёте Памяти Ему Необходим Поскольку У неё Всё В беспорядке Это Не всегда Он Изобретатель До крайности И способен Разрешить Самые трудные Проблемы С удивительной Быстротой Но Если Не Начнёт Сразу Их Осуществлять То бросает Ей Два Начав Да Он Несколько Раз Бросал Этот Свой Хайк Или Джорни 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 У него Много Здравого Смысла И восхитительной Ловкости Дурачить Людей Ему Удаётся Высмеять Даже Дракона Который Является Самым Могущественным Выносным И ловким Но Он Идёт Воевать Против Тигра Обезьяна Не поддаётся Магнетизму Тигра Который В Москве Сидит В подвале Над Которым Смеётся Будучи Очень Дипломатичный И хитрый Он Всегда Может Вывернуться Из самой Трудной Ситуации Вот сейчас Не знаю Как он Вывернется Из психушки Он Независим По природе Индивидуалист Ему Ничего Нельзя Навязывать Но Шить Сам Выбирает Вариант Не щепетилен И не поколеблется То есть Щепетильности Нет особо Если потребуется Быть Недобросовестным Или солгать В личных Интересах Может совершить Нечестные поступки Если уверен В безнаказанности И Нелегко Его на этом Поймать Чтобы не Произошло Не слишком На него Сердитесь На Габушев Так как он Очарователь Ну это так и есть И очень умел В искусстве Нравится Вот так Обаятельный Привлекательный Короче Он Карьерист Для этого Ну правильно Тут карьера И вот На этой дороге Почему-то В психушку Кинули Ну Пожалели Наверное Денег Перекупить Ну украинцы Вот закупили Его Видимо С корнем Для этого У него Есть все основания И шансы Несмотря на Отрицательные черты Какие у него Черты Отрицательные Чеславие Лживость Отсутствующей Щепетильности Другие знаки Ищут сближение С ним Из-за Проницательного Ума Вот у него Да и действительно Проницатель Он Очень Ловок Для мероприятий Большого Размаха Ну видите Он размахнулся На всю Империю Хитер В финансовых Сделках Великолепный Работник Во всех Областях Ну он и в сварке Сварка Это Квалифицированная Работа Которая Требует Сообразительной Исведомленности Обезьяна Может добиться Успеха На любом Поприще И в политике Вот он Лез в политику Тоже может добиться Может браться За все Все себе позволить Особенно Если есть Высшее образование У него Оно есть Вот То есть Любые задачи Ему по плечу У него Секретов Нет нигде Вот Если следует Своему призванию Очень важно Сейчас мы Обратим На Пифагора То добиться Часто достигает Известности Ну у него И есть Оно следует Призванию Потому что Шаманизм Он С медициной Связан У него Две двойки В матрице Мы видим Что ему Надо этим заниматься В любом Плане Вот этим Целительством И Людям делать Добро Ему Нужно только Избегать Словесных Излияний Вот у него Много Излияний Которые Могут Утомить Людей Несмотря На некоторые Финансовые Затруднения У него В общем-то Хорошее Положение Финансовое И Что Еще О планах Ему не надо О планах Своих Вообще А он О планах Распространяется Даже Что там Он костер Разведет На Красной Площади То есть Будущее Все Рассказывает А это Не надо Делать Но В любви Он не найдет Счастья Это Ему Предписано Было Уже На роду Так Оно И так И Есть И Первая Часть Его Будет Счастливой Это Счастливый Да Когда Он Трудился И Жена У него Была Вторая Бурная Смутная Сейчас Это Вторая И Его Планы Будут Часто Рушиться Но Так Оно И Есть Как Тут Не поверить Нашим Вот Этим Пифагорам Да Третья Часть Жизни Спокойно Ну Конечно Она Если Он Доживет Если Его Не Контропупит До Третьей Части Ну Ему Грозит Одинокая Старость И Умрет Вдали От Своей Семьи Может Быть Это От Несчастного Случа Ну Правильно Потому Что Семьи У него Нет Так Вот А Несчастные Случа Ему Могут Устроить Это Самые Ненадежные Противоречивые Люди Умные Лавки Изобретательные Оригинальные И Легко Решают Самые Сложные Проблемы Почти Нет Поля Деятельности Где Он Не Смог Развернуться Однако Его Легко Отвлечь И Переубедить Он Хочет Совершить Все Сразу Тут Же Сию Минуту И Самые Легкие Препятствия Способны Испортить Ему Настроение Избить Планы Многие Отличаются Нерешительностью Это Темпераментные Своевольные Люди Спыльчивые Но Отходчивые Умеют Принимать Решения Обладают Здравым Смыслом Многие Из них Могут Добиться Славы Если Им В этом Не Помешают Сейчас Ему Мешают И Вот У него Лучшие Партнеры Кого Он В команду Должен Принимать Это Знаки Дракона И Крыса Это Лучшие Для него Будут Партнеры Тогда Он Дойдет До Москвы А Если Будут Другие То Нет Мы Не Знаем Еще Ростокина Дня Рождения Потому Что Оно Сокрыто От Нас Потому Что Он Является Как Говорится Внештатным А может Быть И штатным Работником ОВД Типа Вертухай Я не знаю Что такое Вертухай Но Это Человек Который В натуре Там Сидит Под Видом Заключенного И Стучит Начальству Стукач Короче Говорят Пион Вот А Друиды Говорят Что Ему Не Нужно Бояться За здоровье Все вынесет Конечно Да Здоровье У него Хорошее И он Его Бережет Не пьет Не курит Но Нужно Перерывы Делать В работе Он Их И делает Пойдет Прогуляется Еще Отдыхает Потом Ему Надо Более Сдержанно Поменьше Распространяться О своих Планах О чем Я говорил Вот Пример Как он Делился Планами По его Словам Для Изгнания Путин Он Зажжет Костер На Красной Площади Прямо За стеной Кремля По Якутским Традициям Он Накормит Костер Кумысом И конским Волосом Будет Стучать Кожаный Бубен И совершать Молитву После Чего Путин Придет В себя И спокойно Подаст В отставку В случае Запрета Ритуала Миллионы Людей Восстали И потребовали От Путина Уйти Характер У него Покладистый Любит Долго И продотворно Трудиться Окружающие Порой Просто Поражаются Его Выносливости Среди Них Достаточно Много Спортсменов Занимается Спортом Профессионально Мог бы Заниматься Обязательно Поддерживает Он свою Форму Занимается Спортивных Мог бы Заниматься Спортивных Секциях Но Он Неразборчив В связях Но В то же Время Не останется Никогда Один Даже Не заводя Семью Вот И что Важно Любит Путешествовать Ходить В походы То есть Он еще не родился А про него Все это точно Было сказано Никогда Не останется Без работы Верит в себя К людям Относится Снисходительно Что иногда Мешает ему То есть Сверху Вниз И вот Древесный Гороскоп Тех же Друидов Ну Он Относится К тем Кто Доживает До глубокой Старости Сохраняя Все качества Присущие Молодости Ему Удается Сохранить Хорошую Форму Ловкость Гибкость Движения Всегда Ухожен Не Не Чуждается Некоторого Кокетства Если Попадает Благоприятные Словия То ему Удается Достичь Успеха В любой Области Так же Как И Китайцы Говорят Проявляет Ловкость И находчивость Во всякой Ситуации Полон Различных Планов Которые Умеет Успешно Реализовать Не Дает Сбить Себя С пути Умеет Неплохо Организовать Свою Жизнь Случаются С ним Припадки Щедрости Могут Быть Да Он Тогда Хотя Обычно Он Расчетлив И безошибочно Организует Свой Бюджет Не Очень Любит Делиться Своей Собственностью Расходует Ее Экономно Он Порядочное Существо Да У него Есть Восьмерка Наверное Есть Да Есть Обладает Организаторской Способностью И Здравым Рассудком Выраженный Материалист То есть Несмотря На эту Религиозность Он Выраженный Материалист Прежде всего Хочет Быть Богатым А потом Это Пифагор Так Считает А потом Если Можно Счастливым Черты Рожденные Под Знаком Бука Вдумчивость Точность Организаторской Способности Реализм Ну И Что Интересно Что Под Знаком Бука Родился Сталин И Пучини У него Тут Вместе Пуч Делает И Сталин Он Как Сталин Да Похож Чем Очень Здоров Похож По крайней мере Ну Сталин Был Тигр Он Заводил Людей Массово На Массовую Гибель Заводил Как Все Тигры А Этот Нет Может И Не Заводить И Вот Мы Сейчас Посмотрим Что Пифагор В итоге Говорит Где У нас Тут Габыш Вот Вот Так То Он По Калейдарю 22 Но Он 23 Вечером Почему Просто Доказать У него Видите Сума 14 Поэтому Путин Боится Потому Что У Путина Меньше Гораздо И Два Вот Эти Два В шаманизм Кидают Лечить Людей Помогать И Восьмерка Порядочный Ну Логики Иногда Нет Вот Логики Нет Да Часто Делают Нелогичные Поступки Вот Принимает К себе В команду Подозрительных Людей Юмор У него Есть Посмотрел Я на фото Его Да Он Юморист Аналитический Он Большой И Семерка Он Живет Легко В принципе Легко Да Но Семьей Конечно У него Напряженка Это Понятно И Целей Ставит И Вот Это Стремление К деньгам То есть Свою Мечту Забросить И Пойти Туда Где Делают Деньги Сварка Это Очень Хорошо Оплачиваемая Работа По крайней Мере Особенно Там А в Якутске Это Элитный Человек Способен Очень Много Денег Заработать Сварщик Ну Что Касается Особенно Религиозности То Склонность Именно К сектанству Здесь Шестерка Она И Говорится И Много Очень Привычек У него Привычки Да Матрица Его Генерал Да Может Руководить Людьми Это Его Матрица А Вот Если 22 Смотреть То Это Нет Потому Что Здесь У него Характер Более Сговорчивый И У него Здесь Нет Что Сам Главное Он Под влиянием Не Поряд Что Он Слишком Хитер Чтобы Под влиянием Не Поряд Что Попасть Двух Девяток А У него Юмор Есть Это Отмечают И Китайцы И Друиды И Здесь Сумма 13 И Дельта Минус 12 А Здесь Минус 4 Ну Разрушитель Вот Да Разрушить Пришел Разрушить Систему Путина Вот Это Вот Тоже Шаманизм Лубянский Шаманизм Разрушить Пришел Шаман Воин Там На Лубянке Тоже Все Шаманы Они У них Определенной Религии Нет Все Что Пойдет В Дело Они Пускают В Код Вот Такой Габышев Что Можно Еще Про Него Сказать Надо Меньше Ему Болтать О Планах Да И Где Он Наход С Каком Огружении Мы Должны Еще Посмотреть Товарищи От Которых Зависит Его Собственно Жизнь Даже Зависит Да Вот Начальник Пляшущей Поющей Милиции Владимир Николаевич Прокопенко Это Начальник МВД Якутии Генерал Байор Ну Он Из бывших Солдат Там В Копьяре Служил Там Где-то Еще На Пусковых В Срочную Службу Там Два Года Его Посылали Вот По-моему В Копьяр Или Да Или В Симпалатинске Где-то Он там Служил В этих Частях Как Говорится И Потом Он Закончил Сразу После Армии Он Сразу Поступил Высшее Филиал Омского Высшего Высшего Академия МВД Короче Говорит Институт МВД И Закончил И Благополучно И Пошел Пошел Дальше По Карьере Вот И Получилось Что Что Он Стал От него Стало Зависеть Это Все Милиция Таким Образом Что Про Ню Можно Сказать Да Он Родился В год Быка И Здесь Очень Такая Ситуация Шаман Может От него Слопотать Как говорится Пенделе Даже Вот его Жестко Почему Потому что Бык Он Очень Свиреп Если Противоречить ему Допустим Быку Вот он Родился В год Быка 61 год Это Год Когда Рождается Антихрист Все Рождается Условно Это Год Максимально Прямого Стояния Планет В Одну Шеренгу Они Все Выстроились И Вот Этот Тоже Консерватор Он Должен Для Сельского Хозяйства Быть Но Он Не Пошел Он Пошел В Милицию И Поэтому Значит Ему Надо Такая Судьба Такая Судьба Выбор Милицию О чем Это Говорит Вот Его Матрица Прокупенко 18 А 12 Или 13 Вот Мы Сейчас Выберем 61 Года Бык Значит Вот Если Он 13 То Это Ему Явно Не Подходит Потому Что Он Совершенно Не Юморист И Не Медик Это Точно И Плюс У Него Нет Чего У Него Еще Нет А Вот Этих Вот Двух Семерок У Него Нет И Нет Вот Этой Тройки По Семье У Него Семья Хорошая Дочка Есть Все Жена Дочка Семья Положительная Плюс К Тому Что Еще У Него Нет Но Особо Мизантропии Его Не Просматривается Он Дошел Вот Это Его Матрица То есть Двенадцатого То есть Как Написано Такая Его Матрица Сумма Тринадцать Тоже Хорошая Сумма Дельта Тоже Минус Пятнадцать Он Может Разобрать Человека На Атомы Скажем Но В то же Время Три Единицы С ним Легко Договориться Если Ему Не Перечить Он Харизматичный Такой Три Двоечки Вот В присутствии Значит Его Габуш Может Сразу Сцелиться От болезней Своей И вот Эти Четыре Шестерки Они О чем Говорят Что В прошлой Жизни Он Был Как раз Преступником Злонамеренным Преступником И В этой Жизни Он Путем Самосовершенствования Образования И Таких Трудов Он Пытается Наверстать То есть В этой Жизни Он борется Как раз Со своими Прошлыми Недостатками Злонамеренностью Которую Он совершал В прошлом Воплощении Ну Тоже Восьмерка Есть Порядочный Человек Все В порядке Ну Хорошая Матрица Человек Стремится Ну Единственное Что Вот Здесь Видите Тут Уже Алмаза Нам И надо И Золото Надо И Все Надо И Очень Ловок Тоже В этих Делах Финансовых Вот Это Человек Бизнеса То есть Он Свою Работу Использует Как Бизнесмен Не Являясь В принципе В душе Профессионально Военным Скорее Сельхозработник Он Стрижет Вот Эту Неву Золото И алмазов Стрижет Он ее В пользу Конечно Своей Семьи Это У него Единственная Цель В жизни И Вот Значит Следующее Это Власть Как говорится Военно-политическая Силовая Да А это Власть Административная Сардана Владимировна Авксеньева Которая Как раз Его поддержала Семидесятого Года А Семидесятый Год Собаки Это Справедливая Женщина Ну Она Комсомолка Старая Она Так И прет И прет И прет И у нее Смотрите Дельта Плюс Плюс Три А сумма Только Маленькая Но Дельта Зато Плюс Три Она Конструктив Она там Шурует Дорогие Машины Все Продала Стала На дешевых Ездить Все Там Экономику Развивает Видите У нее Две Семерки Есть Ее Народ Уважает Но Она Является Батарейкой Для Темных Сил С Сатанинскими Наклонностями То есть Революционер Почти Революционер Легка На подъем Духовность Маленькая Ну По Деньгам Да Вот У нее Тоже Денежки Есть Она Первом Плане То есть Она Идет На ту Работу Где Больше Платят Мэр Якутска Это Поддержала А вот Этот Человек Неизвестно Поддержит Оно Или Нет Наверное Нет Это Айсен Сергеевич Николаев Это Уже Все Якутии Командир То есть Он Губернатор Это Ставленник Ленинграда Закончил Он Ленинградский Институт И При Этом По Моему По Физике Математике Сейчас Рассмотрим Потом И Вот У нее Такое Либо Двадцать Треть Либо Тоже Двадцать Второе Первое Но Это Еще Год Свиньи Потому Что Другой Год Начнется С Февраля Только По Китайскому И Вот Это Число Двадцать Третье Оно Как Бы Он Не Пошел В Администрацию И Не Стал Б Заканчивать Два Института Если Б У него Была Такая Матрица Он Б Так И Остался Физиком Видите Тоже Вот Эти Четыре Двойки Как У Сарданы То Есть Их Просто Обкрадывают Этих Людей А Окружающие Люди С Наклонностями Вороны Кружатся Да Вот Эта Матрица Она Ему Не Подходит Почему То Хотя Сумма Тринадцать Дельта Минус Один Хотя На Физика Математику Все Вполне Да Но Вот Эта Матрица Подходит Больше У него Хоть Шесть Двоек Но Это Как будто Тоже Как будто Четыре Да Потому Что Отнимается Одна Получается Как будто Четыре Шесть Примерно Равну Четырю И Что Здесь Отличие Вот Здесь Единица Он До денег Был бы Равнодушен А Здесь Он На Деньги Он Еще В Институт Народного Хозяйства Параллельно Закончил Поэтому Деньги Это На Прицеле И Административные Работы Она Дает Больше Чем Физика Математика Тем более Здесь У него Данных Особых Нет Кроме Родителей Преподавателей Вытащили За Что За уши Так Родители Учители Поступил В МГУ Он Не В Ленинграде Он Поступил В МГУ А в Ленинграде Он Родился Потому Что Видимо Родители Там Работали Или Учились А Он Закончил МГУ Офис Фак МГУ Это Гора Эверест Считай Ну Он Закончил Золотую Медаль У школы Как Родители Учителя Правильно Как Не Закончил Ну И Академия Народного Хозяйства При Правительстве России По Специальности Менеджмента Управления Вот Его Видимо И Готовили На Управленца На Высокого Такого Порядка Школа Молодого Вот Этого Резерва И Он Туда Попал В Эту Школу Резерва Молодых Таких Людей С 72 Года 28 48 Лет Да Еще Полтинника Нет А он Уже Губернатор Вот От Таких Людей Зависит У нас Сейчас Жизнь Собственно Да Александра Прокопьевича Гавышева Если Б Он Себе Известность Такой Не Составил Международной То Видимо Он Б Уже Как Кто-то Негр Бо Его Просто Задушили Бо Как Того Негра Да Сравнительно Легко И Этот Мог Своими Руками Это Сделать Вот Этот Прокопенко В Парыве Гнева Слава Пифагору Все Здесь Живеть Видно Видно Что У Него Все Данные Которые Мы Сейчас Про Него Зачитали Все Матрицы В этой Есть И Высокий Интеллект И Генеральский Характер И Стремление К Медицины Через Шаманизм Ну Пусть И Аналитический Ум Большой И Семерка Живет Легко И Восьмерка Порядочность Две Две Девятки Юмор Все Есть Шесть Вот Как Говорится Сектантство Но Тоже Присутствует Семье Тоже В семье Плохо Это Тройка Много Целей Тоже Самое Один К одному Человек Разрисован Большую Цену Себе Знает Восьмерка Слава Кому Как Всегда Слава Пифагору Ну И Конечно Поменьше Нам Вот Этих Вот Недостатка Связанных С Беззаконием Законных Работников Да С Беззаконием Власть Придержащих Которые Как Опричники Стали Да Опричники То есть Действуют Опричи Всего Закона Ну Это же Президент Премьер Показывает Он тоже Всегда Опричи Закона Действует Закон На него Наплевать Он Не нравится Он раз Подправил И сам же Подписал А потом Вы голосуйте Ребята Голосуйте Мы все Это Посчитаем Там Елка Это Посчитает Она же Она же Врать Привыкла А почему Нам нужно Это Голосование Вроде Она говорит Уже и не нужно Но в то же время Нужно А для чего Ему это нужно Потому что Власть вот такая Она напоминает Большую Неблагодарную Грязную Жирную Зажравшуюся Свинью Которая Все время Стремится Лужу Найти Грязную Лужу Чтобы Там Для нее Там рай Грязелечение И чем Власть Неблагодаря Свиньей И она Соприкасается А тем Что Аналогия Такая Есть Власть Тоже У нас Ищет Такую Лужу Лужу Лжи Лжи И вот В этой Луже Лжи Ей Хорошо Когда Много Лжи Она Разнообразная Такая Лужа Цветная Разная Радужная Ложь Ну всякая Черная Белая Квадратная В клеточку В полоску Все Это прекрасно И Как Чем больше Вот Нас окружает Вот эти Поддерживают Лживых Этих людей Которые будут Подтасовывать Эти голоса Это наши Рабы Это Мы с ними Что хотим То и сделаем Потому что Вы же подтасовывали А ну-ка Давайте-ка Давайте-ка Вот мы вас Запрыжем Тут Запрыжем Тут И все Кто подтасовывал И все Кто голосовал Тем более За Ой Это все На них Можно все Запрягать И ехать И И валяться Как сведя На них Это Красота Вот такая Пропасть Волжи Она находится У нас Давно уже Вот эта Вся страна Над пропастью Волжи Всего доброго До новых встреч Слава Пифагору